Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам, в каких фото и видео агентствах я работала, как я с ними общалась, что мне удавалось зарабатывать и где мне удавалось оказаться благодаря этим агентствам. Итак, первое агентство или гламурный журнал Main People, о котором я рассказывала, с чего, в принципе, и началась моя репортерская карьера. Это московский гламурный веб-журнал, где освещались светские события, красные дорожки, различные концерты, мероприятия уровня селебрити, то есть звезд как российской поп-индустрии, так и международной. Благодаря этому агентству мне удалось побывать на галоконцерте Горбачева, о котором я рассказывала недавно, TV Choice Award, ну и различные мероприятия типа британский олимпийский бал, который состоялся перед Олимпиадой в Лондоне в 2012 году. Дальше там какие-то произошли изменения в руководстве или в компании, в общем, этот электронный онлайн-журнал закрылся, и я как бы осталась без работы. В то время, когда я работала на Майнпипл, я начала вести свой веб-сайт, который назывался londiland.com, который создавал на конструкторе, тогда был, по-моему, taba.ru, там я описывала жизнь британскую, традиции, культуру и все светские события и другие, исторические и так далее. Все события, которые проходили в Лондоне, я скидывала на этот русскоязычный сайт. И как бы у меня начинал он давать такие хорошие обороты. Люди заходили, читали мои блоги, мои рассказы и смотрели как фото, так и видео. Абсолютно все, что я снимала, я выставляла там. К сожалению, конструктор, на котором состоял этот сайт, развалился. И я делала вывод, что лучше переместить это все в YouTube, так как я больше всего интересуюсь видео, и так как у меня не было времени писать большие тексты и что-то описывать, помимо того, что я работала няней, хаускипером, репортером, собаководом и вела свой веб-сайт, я еще и училась. Конечно, это были всего лишь курсы английского языка, но было тяжеловато абсолютно везде ходить, все снимать, еще и учиться, и сдавать экзамены. Около года или два он у меня просуществовал, но так как конструктор развалился, веб-сайт у меня развалился, но YouTube-канал, который называется Long Island, по-прежнему существует. Заходите вот здесь, вот я его поставила вам, смотрите. Там очень много мероприятий, которые я снимала, а также поездки по Великобритании, и все это без слов под музыку. То есть можно просто смотреть и наслаждаться видами. Параллельно с Main People я начала работать в пресс-агентстве Demotics. Это было, по-моему, английское пресс-агентство, типа как Getty Images, но только уровнем чуть-чуть пониже. Он входил в ассоциацию Corbis, и года два я в нем проработала, уже начали поступать какие-то заработки, и в основном это были фотографии. Так как я не конкурентно способная на базе фотографий, очень много людей снимает фото, и очень много людей снимают профессиональными камерами, а у меня не было профессиональной камеры, и не было, в принципе, и не интереса снимать фотографии, я больше люблю видео. А вот там появилась такая функция, что можно было закачивать и видео, и что-то я туда сплавляла. Вот так через Demotics я продала фото Кейт Миддлтон, которая выносила своего первого ребенка из госпиталя. Ну и там несколько разных случаев таких были, но, наверное, самая популярная из Demotics, это вот эта фотография, о которой я рассказывала, когда я рассказывала про роды Кейт Миддлтон. Смотрите вот в этом ролике. Дальше агентство Demotic, к сожалению, тоже закрылось, так как его выкупила какая-то огромная китайская корпорация, тоже что-то с этим связано, с пресс-фотографией. Абсолютно все закрылось, весь мой архив полетел, то есть все, что было наработано, все пропало, и абсолютно все фотографы Demotics остались без работы в этом агентстве. Тут как бы надо было дальше работать, искать, куда дальше продавать свои фотографии и видео. И я нашла такой французский веб-сайт, который назывался CitizenSite. Они принимали и фотографии, и видео. Я называю его французским, они еще работали в Америке и в Англии. Но в основном, так как я общалась с людьми, которые управляли мною из Франции, они мне говорили, куда сходить, что снять. Мне очень нравилось это агентство, потому что они давали тебе работу. Не сам ищешь, что поснимать, а они говорят, так, сегодня будет вот такой вот протест, сегодня будет вот такой вот концерт, сегодня такая красная дорожка, «Пожалуйста, сходи туда». Кроме того, они мне давали аккредитацию на Ascot, на Chelsea Flower Show, в общем, на такие маститые мероприятия, которые я тоже посещала, о которых я тоже буду рассказывать. То есть мы вот с этим агентством были всегда на короткой ноге, они мне буквально что-то печатают, я сразу же лечу туда снимать. И, естественно, так как я работаю с ними, я посылаю им в первую очередь, потом уже делаю какие-то свои ролики, еще куда-то рассылаю. И, естественно, от них приходил некий доход. Пусть там мало, пусть там 50 фунтов в месяц, но все равно это мне, как студенту, помогало добирать вот ту денежку, которую я копила на обучение, ну и на что жить и выживать в этой стране. Потом, опять же-таки, в этой citizen side произошли какие-то перестановки, и они сменили имя, они стали NewZulu, агентство NewZulu. Все осталось точно так же, но только сменилось имя. Потом опять сменилось имя, они стали Krautspark. И вот где-то через год после того, как они стали Krautspark, к сожалению, они обанкротились, и даже вот без какого-либо предупреждения, без каких-либо кредитов, которые у меня там оставались, которые были не выплачены, что-то уже было продано, но деньги в этих агентствах приходят где-то через 3-6 месяцев, то есть они как бы дают в кредит. Продают фотографию твою, они говорят, что твоя фотография продана, но деньги от этой фотографии приходят, когда компания, которой они продали фотографию, присылает им деньги, и потом они уже шлют тебе. Ничего мне не заплатили из того, что там оставалось, что было продано, ну что делать. Обанкротились, и вот сейчас как бы вроде бы как их выкупили, но с фотографией, с видео они не работают. Там я хорошо продавала видео, и там мои видео шли, они распространяли на другие новостные агентства, шли на Getty Images, агентство, в котором я все еще мечтаю работать, но, к сожалению, пока не получается. Туда берут самых-самых маститых фотографов и видеографов. Помимо этого, так как я в то время училась на видеографию в Лондон-Саспанк-Университи и получала бакалавру, мне мои сокурсники дали несколько веб-сайтов, где я могу продавать просто видеоролики. Конечно, там качество должно быть отменное, у меня больше такие новостные ролики, где может что-то шататься, ну, в общем, не такого отменного качества, которые могут использоваться в фильмах, но все равно что-то я снимала и отсылала туда. Вот один из таких веб-сайтов называется Pond5, там у меня хорошо пошли флаги Европейского Союза и Великобритании на фоне Биг Бена. У них есть такое мероприятие, называется День ветеранов, 8 мая происходит, и вот как раз в 2015, в 2016 году, когда только Brexit еще собирались проводить референдум, я сняла вот накануне, по-моему, в 2016 году я сняла эти флаги, они развивались, так вот, они вывешивают все флаги Содружества на парламентской площади, и вот два этих флага были вместе, я так вот просто заметила. Кстати, это очень важно замечать детали для репортера, репортер всегда должен видеть, предугадывать ситуацию, что можно снять, что будет продаваться, это набирается с опытом, конечно, но мне вот пришло такое, то есть сейчас я уже знаю, идти на это мероприятие или не идти, может оно продаться или нет, но бывает так, что продается то, что ты вообще никак не ожидал, что продастся, и причем продаются очень хорошо, за хорошие деньги. А, и еще по поводу агентств, агентства, которые работают за границей, платят отличные деньги в плане того, что ты за фотографию можешь получить там 2-3 тысячи рублей. У нас же в России фотография там, ну вот я продавала на одном веб-сайте, фотография максимум стоила 50 рублей, причем фотография королевы. А вот с английскими и вообще с международными стала работать, но, к сожалению, вот мне не везет. Все агентства закрываются, обанкрачиваются или еще что-нибудь происходит. Но я, тем не менее, продолжаю искать дальше следующее агентство, следующее... В общем, следующим агентством вот как раз было АЛАМИ, где я продавала фотографии. Фотографии хорошо шли, но народу фрилансеров стало очень много, и они стали отбирать только профессиональных фотографов, которые вмиг отправляют фотки, которые вот только что отсняли, сразу же отправляют. А я же на АЛАМИ отправляла уже вечером, после того, как я уже отправила все видеоролики, сделала свой ролик на YouTube и потом уже только фотографии. Поэтому они стали принимать у меня только архивную фотографию, то есть как бы... Да, идет, но мы их не продвигаем в новостные источники. То есть все агентства, с чем они зарабатывают? Они продвигают все, что получают от фотографов в новостные источники. И вот АЛАМИ в принципе все нормально шло, иногда что-то продавалось, и так в среднем тоже получалось где-то по 20 фунтов в месяц. И приехала я сюда в Россию, что-то успела отослать в АЛАМИ, и тут, на тебе, в августе закрывают, забанили АЛАМИ в России. Не знаю почему, мне кажется, это связано с протестами, вот которые проходили летом в Москве. Люди наснимали, отослали. Я не знаю, почему закрыли АЛАМИ. В принципе, это новостное агентство, и оно должно быть открыто. Но почему-то именно АЛАМИ забанили. Я продолжаю отправлять фотографии в другое агентство по фотографиям, это Shutterstock. Многие русские фотографы знают это агентство. Оно платит небольшие копеечки, там буквально по 25 копеек за фотографию, но капает очень много, потому что много продает. Это очень большое такое агентство, которое продает стоковые фотографии, не пресс-фотографию. Пресс-фотографии стоят намного дороже, чем стоковые, но их тоже надо продать. И они как бы вот... Сегодня есть момент, сегодня нужна эта новость, они продаются, а завтра они уже не нужны, как бы так. Но все равно они лежат в архиве, и вот очень обидно, когда агентство закрывается, и архив твой теряется, и ты уже не можешь продвинуть старые какие-то исторические события в новое агентство. Хотя следующее агентство, в котором я стала работать, это Newsflare. Там как раз принимают только видеофайлы. Причем видеофайлы не только пресс-файлы, но также и всякие интересные, какие-то животные, что-то интересное происходит, и все это, абсолютно все может продаться. Так что, если у вас есть какие-то интересные видеофайлы, можете туда отослать. Если воспользуетесь моей ссылочкой, которую я прикреплю внизу, и я, и вы, плюсом к тому, что вы продадите, получите 10 фунтов, как бонус. Потом вы уже будете просто сами продавать, засылать все свои видеофайлы в эту агентство. Пожалуйста, пользуйтесь, я не против. В этом агентстве тьфу-тьфу-тьфу, пока все нормально, продается что-то постепенно, но тоже небольшой доход. Около 50-70 фунтов, может быть, в месяц мне что-то капает. До отъезда, буквально вот в мае этого года, со мной связалась датская компания. У них есть АП, называется БЁТ. Они тоже работают именно на пресс, видео и фото. Сток такой, но только через мобильное приложение. И они мне предложили некий такой контракт, пока на месяц, потом мы продлились еще на 2 месяца, а потом я уехала. Контракт имел такие положения, что я должна была около 10 мероприятий прислать им за месяц. Если 3 из них продастся, они мне присылают некую сумму денег за каждую продажу. Если не продастся, то значит мы дальше работать не будем. Так вот я продавала что-то, и они продлили со мной еще на 2 месяца, а потом я уехала в Россию, и они сказали, сори, Россия нам пока не интересна, у нас нет связи, куда мы можем продавать российский контент. И как бы на этом наше сотрудничество с ними закончилось. Может быть, когда я буду летать в Лондон, я им еще что-то буду отсылать и что-то продаваться будет. Не знаю, посмотрим. На данный момент я сотрудничаю с таким агентством, которое называется Viral Press. Вроде бы как оно американское, но человек, который принимает файлы, живет в Малайзии. Зарегистрировано оно вообще в Лондоне, поэтому туда просто так не попадешь, туда надо отослать свое портфолио и пройти некую такой аппрувмент, подтверждение, что ты можешь работать на них. Это то, что касается репортерства и пресс всяких мероприятий. То есть, на данный момент у меня остались только Newsflare и Viral Press, с которыми я более-менее работаю, сотрудничаю, и что-то удается продать из того, что я снимаю даже в Петербурге. Пока на этом все. О том, какие мероприятия я снимала, куда ходила и куда нечаянно попадала, буду рассказывать в следующих роликах. Не прощаюсь с вами, до новых встреч!